Уверен, в каждом российском городе случался градостроительный конфликт на почве исторического наследия, когда собственник, город или застройщик просто брали и уничтожали память города. Иногда это могли быть богатые доходные дома, иногда это необычные примеры модернизма, а иногда это даже промышленная застройка, которая была характерна для начала 20 века, но до наших дней это дошло в, можно сказать, единичном экземпляре. И, казалось бы, что в этом такого? Ведь это всего лишь кирпичи, это бетон. Но все куда сложнее. Дело не только в каких-то материальных особенностях, квадратных метрах или архитектурных каких-то деталях. Дело в том, что мы ассоциируем свой город с конкретными зданиями, мы вкладываем душу в некоторые дома, и просто нам приятно ходить по улицам, где вы можете прочесть всю историю государства или города, смотря на застройку. Потому что архитектура — это застывшая культура. И именно через архитектуру мы можем понять, как жили наши бабушки-прадеды, как жили их дедушки и бабушки, какие были особенности, какие были материалы, и даже какие были ценности в то время, когда здание сооружалось. Поэтому сохранение исторического наследия — это довольно важный процесс. Важны с точки зрения и архитектуры города, и культуры, и урбанистики. Потому что очень часто именно сообщество жителей борется за сохранение истории, и чтобы у города оставалось уникальное лицо, и чтобы в те заведения, в те дома, в которые, не знаю, ходят, например, вы сейчас, чтобы в них могли ходить, в том числе и ваши дети. Говоря, не знаю, уже своим детям, что, например, меня сюда впервые привела моя мама или мой дедушка. Да чего же там говорить? Можно привести очень простой пример. Здание школы. Даже если в вашем городе много типовых школ, когда вы заходите конкретно в вашу школу, вы всегда вспоминаете свое детство, и у вас есть определенная любовь к этому зданию, даже если оно типовое. И поэтому сегодня мы будем говорить о сохранении исторического наследия, но не в контексте исключительно памятников и архитектуры, а исторического наследия в широком смысле. Потому что даже те новостройки, которые есть сегодня, через 20-30-50 лет, они тоже уже станут частью истории и будут о многом нам рассказывать, точнее, нашим потомкам будут рассказывать о жизни в 2020-х годах, например. И сегодня, как я уже сказал, мы будем говорить о том, как в России сохраняют. Будем говорить об общественных организациях, которые помогают это сделать, и в том числе о системных решениях, которые создаются городом или регионом, например, по сохранению того или иного исторического наследия. В общем, уверен, это будет интересно и полезно для многих, поэтому усаживаемся поудобнее. Сегодня обзор инициатив по сохранению исторического наследия. Поехали! Подписчики канала знают, как я люблю рассказывать о необычных и полезных инициативах горожан и показывать сами города с каких-нибудь необычных сторон. Не пересказывать же вам Википедию. Поэтому сегодня я хотел бы вам рассказать о сервисе РУСПАС, с которым ваши путешествия по России станут простыми, выгодными и познавательными. С помощью сервиса вы сможете полностью подготовиться к поездке, например, в Самару, забронировать отель, проложить маршрут, а также найти все те классные места, о которых я вам рассказывал. Уверен, это будет актуально для многих моих подписчиков. Смотрите, давайте попробуем забронировать отель. Заходим в раздел «Гостиницы», вводим город, даты и смотрим варианты. На сервисе РУСПАС отображается более 100 тысяч отелей по всей России, так что вы точно сможете подобрать подходящие именно вам. Кажется, это то, что вам нужно, так что бронируем. При помощи сервиса РУСПАС также можно подобрать достопримечательности для посещения и целые готовые маршруты. Заходим в раздел «Что посмотреть», «Места и события», вводим направление «Самарская область» и смотрим, что предлагает нам сервис. Например, здесь есть музей Модерна, прекрасные пляжи Волги прямо в центре города, храмы и другие места. Давайте добавим их в избранное, чтобы посетить в следующий раз, когда мы здесь окажемся. Переходите на сайт и пользуйтесь сервисом РУСПАС. Все ссылки в описании под видео. Ну а мы возвращаемся к сохранению исторического наследия. Очень часто меня спрашивают, что, Аркадий, ты рассказываешь про какие-то интересные вещи, но скажи, а что могу сделать конкретно я? Если я не мэр, если я не миллионер, если я не губернатор, не друг Путина или еще кто-либо. Поэтому я хотел бы предложить начать с низовых инициатив. Как сами горожане спасают свой город. И да, с одной стороны, тут можно вспомнить о частных случаях. Например, я вам рассказывал о предпринимателе из Оренбурга, который, можно сказать, превратил гараж в прекрасный цветочный магазин с кофейней. И выяснилось, что это не просто какой-то сарай, покрытый 10 слоями краски, а что это историческое наследие. И что если немного вложить любви и стараний в это здание, то оно станет украшением целой улицы. Да ладно, в случае Оренбурга, целого города. Или можно вспомнить историю Андрея. Про него я вам рассказывал в ролике из Кронштадта. Потому что там они восстанавливают голландские кухни. И через одно здание, можно сказать, раскрывается вся история Петербурга. И работая над ним, вообще произошла переоценка ценностей. И если изначально здание хотели сделать под рестораны, то в итоге там сейчас будет музей самого здания. Обязательно посмотрите эти ролики, если вдруг не видели. Ссылочки на них будут в описании под видео. Но я хотел бы в этом ролике сконцентрироваться на более системных инициативах, которые совмещают в себе и любовь к истории, и какие-то архитектурные... Работу над архитектурой, и в том числе образование. Ну то есть, когда, знаете, в одной общественной организации сходятся разные направления, и вот как раз появляется магия города и та самая урбанистика, о которой я вам люблю рассказывать. И здесь, к счастью, довольно много инициатив, которые низовые, которые независимые и которые объединяют людей. Начать, конечно, я хотел бы с Архнадзора, потому что это одна из старейших, самых уважаемых организаций, которые есть сегодня в России, насколько мне известно. И это организация, которая прошла путь от городских сумасшедших до того, что их приглашают на разные городские совещания. И, насколько я помню, вот когда, например, в Москве шла история с реновацией, когда ее только-только запускали и определяли дома, то туда очень часто попадали, на самом деле, не очень-то и хрущевки, а вполне себе добротные дома, которые обладают архитектурной и исторической ценностью. И именно за счет совместной работы города с общественной организацией получилось как раз эти здания вывести из списка, точнее, вывести из списка под снос, но при этом сохранить его для потомков, чтобы они, эти дома, радовали взгляд каждого жителя и гостя города. Это очень крутой пример, потому что очень часто чиновники считают, что они лучше всех все знают, что зачем им что-то показывать, консультироваться, и вообще дураку не показывать полработы. Это не просто поговорка, к сожалению, я очень часто действительно такое слышу из уст многих вполне себе умных, уважаемых чиновников, но которые, к сожалению, смотрят на мир через узкую коробочку своих полномочий. Но именно совместная работа позволяет избегать ошибок и делать город лучше. Дальше можно вспомнить фонд «Внимание» Ильи Варламова. Очень крутой фонд, который поддерживает на местах разные инициативы, и это может быть история как про восстановление целого завода, отдельных элементов, или даже такой мелочи, ну как, казалось бы, мелочи, как, я не знаю, домовой указатель. Но это тоже часть истории, которую важно сохранить. Потому что если раньше старые там домовые указатели 19-20 века были обыденностью, то сегодня, к сожалению, большая их часть гниет где-нибудь на свалках или в частных коллекциях, а в самом городе таких кусочков истории не осталось. И это, конечно же, очень печально. Но, тем не менее, я вам рекомендую посмотреть их сайт, там есть очень много разных инициатив. Возможно, такая инициатива нужна и в вашем городе. А также рекомендую подписаться на ежемесячные пожертвования, как это сделал я в свое время, когда фонд только был организован, потому что любо-дорого приятно смотреть на то, что они делают. И, например, одна из последних инициатив – это как раз восстановление завода в Сесерти. Напомню, у меня летом был ролик из этого города, потому что там с помощью тактического урбанизма пытаются перепридумать территорию завода и придать новую ценность старым корпусам. И в целом, как говорят сами ребята, креатив – это новое железо. И вот с помощью фонда «Внимание» они как раз пытаются спасти завод, сделать ему крышу. И вот подобных инициатив там очень-очень много. Дальше я хотел бы выделить «Томсуэрфест». Это инициатива, которая родилась в Самаре, когда там хотели снести деревянное зодчество в большом-большом количестве и неравнодушные жители объединились, чтобы привести эти дома в порядок, чтобы просто показать, что смотрите, это не бараки, это не какое-то страшное жилье из прошлого, которого надо избавиться, что там есть своя красота и только ее нужно немного раскрыть. И да, «Томсуэрфест» – это не случайное название, потому что «Томсуэр» из довольно известного произведения, надеюсь, вы его читали, придал ценность простой покраске забора. И здесь люди объединяются вместе, проводят сообща время по наведению порядка в своем же городе. Они что-то подкрашивают, что-то ремонтируют в старых домах, чтобы люди по-новому посмотрели, и чтобы как раз это произошла вот эта переоценка ценностей, что это не просто бараки, что это красивое историческое наследие, которое делает город лучше. И в целом нужно это не сносить, а приспособлять под современные нужды, сохраняя историю города. И мне кажется, что это очень-очень крутая инициатива. И да, с основателем этого движения у меня был отдельный ролик. Ссылки, напомню, все будут в описании под этим видео. В Иркутске есть похожая акция, она называется «Фасадник». Там тоже волонтеры, точнее как, просто жители города. Это может быть бизнесмен, чиновник, владелец здания, хипстер, учитель и многие-многие другие собираются вместе, чтобы привести одну улицу, например, в порядок. Тут уже не столько скрупулезные работы по сравнению с Томсуэрфестом, но они берут своим масштабом. То есть в прямом смысле люди объединяются, приходят спонсоры, которые дают деньги, город помогает, например, колористическими какими-то решениями, чтобы понять, в какой цвет дом должен быть покрашен, чтобы потом не было штрафов, и приводят в порядок за одну акцию, например, там 20-30 домов. И тут уже играет роль масштаб, что преображается не просто одно здание, а целиком вся улица, по которой уже может быть комфортно и интересно гулять, где можно открыть бизнес, и чтобы сами жители поняли, что они живут не в бараках. Я не просто столько раз упоминаю слово «барак», потому что, к сожалению, у нас любое деревянное здание принято называть бараком, и есть такое подсознательное желание его снести. Это на самом деле большая-большая ошибка, и если мы поедем в Эстонию или в Финляндию, где есть точно такие же деревянные районы и улицы, то мы увидим, насколько они прекрасны, что это современное жилье, где хочется жить, просто за ним нужно следить. В принципе, за любым жильем нужно следить, и деревянные дома, они не отличаются какой-то краткосрочностью, потому что старые деревянные дома, они иногда стоят столетиями, в отличие от многих современных, которые могут простоять 10-20 лет, а потом выясняется, что там есть какая-то критическая ошибка. Ну и в целом российская культура, она идет бок о бок именно с таким вот деревянным наследием. И да, если в него вложить немного сил, денег и времени, то оно может стать современным жильем или местом под бар, кафе, магазин и многие-многие другие вещи. И Иркутск как раз этим славится, потому что там осознали ценность деревянного зодчества, и там бизнес не поджигает дома, а приводит их в порядок. Заодно можно вспомнить про инициативу «Мой фасад» в Ростове-на-Дону. Ростов-на-Дону, в принципе, очень богатное историческое наследие, но, к сожалению, его состояние очень сильно удручает, и, судя по всему, городские власти с застройщиками спят и видят, как снести бы все это и построить на месте милых улочек какие-нибудь человенники. И тут вот «Мой фасад» идет игра слов, потому что, с одной стороны, это призыв помыть фасад, а с другой стороны, признать, что это наше наследие, что это важно. И вот с помощью таких вот инициатив идет не только, в прямом смысле, отмывка каких-то старых, например, надписей, которые стали в том числе уже историей города, но идет очень большая юридическая работа и образовательные процессы, чтобы рассказать людям на простом доступном языке, что, смотрите, это важно сохранять, что есть не только там архитектурное наследие в виде кремлей, церквей и другой богатой архитектуры, что средовая застройка, она тоже очень важна, и что важно, например, не убивать ее в рамках капитального ремонта. И да, в том числе вот «Мой фасад», члены этой организации сотрудничают с фондом «Внимание». В целом, если вы углубляетесь в эти процессы в городе, вы наверняка заметите, что люди держатся друг за друга, и что важно не столько название какого-то фонда, организации, сколько люди, которым просто не все равно. И да, тут важно понимать, что сохранение наследия – это не всегда история, когда вы берете и переделываете крышу или обновляете целиком весь фасад. Иногда это очень точная работа. И тут можно вспомнить про организацию «Вспомнить все из Москвы», которая специализируется на сохранении исторических рекламных вывесок. Точнее, это даже не всегда вывески, потому что, например, до революции, даже в 20-30-е годы очень часто какую-то рекламу заведений наносили прямо на фасад краской. И иногда эта краска сохраняется, просто поверх нее намазано еще несколько слоев краски, которые иногда отваливаются, и как раз в взору каждого прохожего открывается историческая вывеска. Члены этой организации, как правило, расчищают историческую вывеску и обновляют ее, чтобы каждый мог понять, что там написано. В том числе делают исторические справки в виде небольших табличек снизу. И, что важно, все это происходит на деньги самих горожан. Я сам регулярно им жертвовал, например, на вывеску в кривоколенном переулке Москвы. И каждый раз, проходя мимо, я завожу туда гостей, рассказываю, что это НЭПовская история, что вот здесь было такое заведение, что, в принципе, есть люди, которые тратят свое время, свои деньги на то, чтобы город становился интереснее, чтобы вот такие исторические моменты не пропадали. У нас, к сожалению, в случае Москвы, например, все столь быстро всегда обновляется, что просто не успеваешь сохранять такие артефакты. Но вот радостно, что вот есть люди, которым не все равно, которые вот занимаются таким делом. И есть еще один важный момент, что они, как правило, еще стараются поставить такие вывески на охрану, чтобы сохранить их для будущих поколений, чтобы следующий собственник, например, здания или первого этажа просто не воткнул туда кондиционер, свою новую неоновую вывеску или что-либо еще. И, в принципе, есть примеры, когда в здание, точнее, как вот на первый этаж, заезжает новый бизнес, и он сохраняет историческую вывеску. И бизнес от этого не умирает. Наоборот, его бизнес становится еще интереснее, потому что это не просто уже точка притяжения, где вы можете что-то купить или заказать. Это в том числе уже такая общегородская точка притяжения, куда водят экскурсии, о которых интересно рассказывать. А вообще истории – это ведь то, что делает город человечным. Именно через истории людей и заведений очень часто раскрывается вся история города. И просто классно, на мой взгляд, что такое есть. Если мы перенесемся в Калининградскую область, то там есть организация «Хранители руин», которая специализируется на том, что рассказывает жителям об истории их региона, которая очень непростая и насыщенная. И в том числе там очень-очень много исторического наследия, которое, к сожалению, находится в не самом лучшем состоянии. Именно поэтому они и называются «Хранители руин». Потому что, к сожалению, часто осадки даже в целых замках находятся в руинированном состоянии и просто завалены мусором. И вот люди дают клич и делают, можно сказать, субботник. Но делают это не в обязательном порядке, когда нужно направить 20-30 человек, чтобы разгрести завалы и прочее-прочее. А делают из этого, можно сказать, праздник. И смотря на их работу, честно говоря, у меня вновь появляется вера в человечество, что есть люди, которым не все равно, и что на таких людях, в принципе, держится весь мир. Просто зайдите в их соцсети и посмотрите, что они делают. А если вы из Калининградской области, то призываю вас тоже поучаствовать в такой работе, потому что это важно. И, казалось бы, что такого поработать руками. Но, вот знаете, вот этот вот эффект «было-стало», он очень хорошо влияет на ума тех людей, которые не видят ценности в тех же самых руинах, в историческом наследии, и которые думают, что надо просто все снести и построить заново. Таких, к сожалению, еще ощутимое количество, но что радует, с каждым годом их все меньше и меньше. Если же мы посмотрим на Петербург, точнее, на Парадной Петербурга, то мы увидим очень богатые интерьеры, которые, к сожалению, за последние сто лет обросли слоями краски, где многие элементы оказались потеряны. И, в целом, к сожалению, очень сильно страдает качество обслуживания. Что дорогая архитектура требует не просто на себя несколько литров краски в год, чтобы обновить и сделать все красиво. Нет, она требует более скрупулезного поддержания, которого, к сожалению, в советские годы не было, да и сейчас, честно говоря, не очень-то много. И на основе этой любви горожан к Петербургу и особенно к его парадным зародилась, можно сказать, организация или просто команда Метлахтайл, которая специализируется на том, что они просто приходят в парадные и очищают их. И неожиданно, знаете, серые, незаметные какие-то проходы к квартирам приобретают совершенно новый вид и начинают играть уже всеми красками, которые закладывал архитектор в это здание и конкретно в эту парадную. И да, здесь, можно сказать, не требуется каких-то специальных знаний, требуются растворители и человеческие руки, но вот работа даже в один день приносит такой заметный результат. И что самое главное, в этом, как правило, участвуют и сами жители дома, которые тоже объединяются, зарождаются добрососедства и просто особое отношение к своему дому. Что граница комфорта не заканчивается на пороге квартиры, а что весь подъезд и весь дом становится одной большой зоной ответственности, где уже не хочется сжечь кнопки в лифте, где не хочется кидать мусор, где ты просто любишь все то, что вокруг тебя. И это чувство, оно очень-очень важное. Наверняка я перечислил далеко не все организации, которые сегодня есть в России. Может, что-то подобное есть в вашем городе. Это может быть некоммерческая организация, фонд или просто команда людей, которым не все равно. Если вдруг я забыл их упомянуть, то есть внизу под этим видео комментарии. И я призываю вас туда прийти, написать, какой город, какая команда, где их можно найти и чем они занимаются. И надеюсь, что через это видео такие вот люди, которые занимаются проблемами города и сохранения исторического наследия, получат просто новых помощников, друзей. И кто знает, может это переродиться во что-то даже большее. Ну а сейчас мы переходим уже к системным решениям, которые делаются на уровне города или целых регионов. Смотрите, когда мы говорим об участии муниципалитета или региона в вопросе сохранения исторического наследия, то самое глупое решение это требовать непосредственно от городского или регионального бюджета, чиновников и политиков взять и восстановить конкретный памятник или исторический дом. Потому что здесь есть куча ограничений. Начать хотя бы с того, что бюджеты, как правило, очень ограничены. И даже если вам попадется адекватный мэр или губернатор, который будет давать деньги на историческое наследие, то пока вы будете делать один дом, пять других будут разрушаться. Кроме того, у государственных и муниципальных органов очень много ограничений, очень много бюрократии. Например, что там убирают подрядчиков не относительно того, насколько круто они умеют что-либо делать, а очень часто относительно цены. И нанимают в итоге самых дешевых, руководствуясь экономией для бюджета, и чтобы там прокурор не предъявил каких-либо претензий. Но заканчивается все тем, что, например, какие-то узоры в доме восстанавливают с помощью пластиковых бутылок или просто выламывают оригинальные детали и вставляют что-то новое с ближайшего рынка. Это, к сожалению, очень-очень массовая история для наших реалий. Но, на мой взгляд, это даже не самое важное ограничение. Потому что есть куда более серьезные проблемы. Это что непосредственно потом разместится в этом самом здании. То есть, да, пройдет реставрация, реконструкция, а что дальше? С точки зрения государства, там можно разместить либо департамент, либо музей. Очень сложно потом это имущество передавать, например, жителям или бизнесу. Потому что тогда сразу возникнет вопрос, и почему за общий счет вы делали чье-то частное имущество. И потом вот так вот передали. И в целом, как правило, государственные и муниципальные органы просто делают там какие-либо музеи. И тут все очень просто. Вам не хватит тем для музеев, чтобы привести в порядок весь город. И более того, после завершения работ, если вы даже там разместили музей, департамент, или там, не знаю, центр госуслуг, это все требует больших ежемесячных содержаний. И на персонал, и на само здание. И тут опять начинается экономия, и, к сожалению, здание начинает, ну не то чтобы ветшать, но начинает деградировать именно в процессе эксплуатации. Потому что просто не хватает понимания как, не хватает денег и не хватает инструментов для того, чтобы делать это хорошо. Поэтому, на мой взгляд, куда более хорошая практика это создание таких условий, чтобы сами жители и бизнес вкладывали деньги в историческое наследие. К счастью, у России есть разные практики. И есть очень много городов или регионов, где не делают ничего. Там, как правило, дома только сжигают, чтобы построить на их месте что-то новое. Но есть и те, кто действительно старается привести эту отрасль в порядок. И тут, конечно же, можно начать с разговора о регламентах. Что, например, в историческом центре должно быть жесткое ограничение этажности, чтобы, я не знаю, дома не сносили. Например, можно создать запрет, создавать что-либо большее по объему, чем то, что стояло там ранее. И тогда, если даже какой-нибудь застройщик решит сжечь какой-нибудь деревянный старый дом, то он не сможет, считайте, построить что-либо отличное от того, что там уже стояло. И тогда, как ни странно, вот все эти поджоги и плохие истории заканчиваются сами собой. Да, такое тоже бывает. Но есть и более интересные и сложные программы. Например, «Дом за рубль». Мне кажется, это одна из самых популярных программ. Понятно, что в разных городах и регионах она может называться по-разному. Но у меня был большой ролик из Томска, где как раз первыми это придумали и запустили. Суть программы довольно простая. Что у нас есть историческое наследие, не обязательно даже памятник, и земельный участок под ним. И на аукционе бизнесу предлагается взять за символическую плату и то, и другое в обмен на обязательство восстановить это в прежнем виде и приспособить, например, для каких-то новых функций, чтобы это было экономически оправдано. И в случае Томска я вам даже показывал конкретно дом, где шла реставрация, которую переделывали под хостел. И судя по соцсетям ребят, у них там уже все на завершающем этапе, и они скоро уже приступят к второму дому. По крайней мере, хочется верить, что текущий кризис их не сильно коснется. Но, опять же, тут очень-очень много. Но, тем не менее, это та практика, которая работает, и работает не только в Томске. В Татарцане, по-моему, в каких-то других регионах тоже запустили нечто подобное. И, можно сказать, все выигрыши. Жители получают любимый город с каким-то эстерическим наследием, где история не уничтожается, наоборот, подкрашивается. Бизнес получает на льготных условиях недвижимость себе и земельный участок. А город ничего не тратит на это. И мне кажется, что это тот случай, когда все выигрыши. А в Калининградской области пошли еще дальше. Там с 2021 года регион выдает беспроцентные заемы на 15 лет бизнесу, если тот берет архитектурные памятники или историческое наследие и возвращает их в хозяйственный оборот. Грубо говоря, как раз занимается револитализацией, то есть наполняет старые стены какими-то новыми функциями. Это могут быть гостиницы, кафешки, магазины, да, все что угодно. Тут ограничение только ваша фантазия. И очень круто, что здесь длинный срок, потому что историческое наследие не терпит вот каких-то быстрых решений, что мы построим и, например, за год окупимся. Нет, здесь более сложная история, более сложная экономика. Но 15 лет это очень большой и крутой срок, но это еще не все. Потому что если вы закончите работы в течение первых пяти лет, то бюджет погасит половину заема. Это очень крутое решение. И с учетом того, какое количество исторического наследия в Калининградской области и в каком оно состоянии, это действительно инструмент, который может преобразить область и довольно быстро. Ну, если не закончатся деньги, правда. И аналогов такой программы я на территории России не видел. А мне кажется, что было бы круто, если бы в каждом регионе было что-то подобное. Потому что это все еще дешевле, чем восстанавливать наследие силами самого региона или города. Но при этом вы мотивируете предпринимателей создавать что-то новое. Это то, что потом будет приносить вам еще и дополнительные налоги. В общем, это очень круто. Правда, есть одна ложка дегтя. Потому что даже в случае Калининградской области есть примеры, когда сами жители объединялись для того, чтобы сохранить историческое наследие. Они, например, организовывали фонды и занимались каким-то не очень популярным среди предпринимателей историческим наследием. Типа водонапорных башен или замков. Где просто настолько большие объемы, что бизнесу самому сложно что-то подобное потянуть. И вот как раз такие некоммерческие организации, к сожалению, не могут участвовать в этой программе. Но я очень надеюсь, что это допущение будет исправлено. И как некоммерческие организации, фонды смогут участвовать в этой программе наравне уже с бизнесом. Еще хотелось бы вспомнить про Иркутск. Потому что помимо акции «Фасадник», там есть еще и управляющая компания «Иркутские кварталы». Которая взяла, можно сказать, под свое крыло большие районы в центре города, где очень много исторического наследия. И пытается объединить собственников, предпринимателей и объяснить им, как сделать так, чтобы их бизнес, чтобы их недвижимость лучше раскрывалась. И в том числе акция «Фасадник» это один из инструментов, как показать всем, что историческое наследие это не то, что нужно сносить или закрывать сайдингом. А то, что нужно беречь, сохранять и вообще печатать открытки с теми же самыми, например, наличниками. И здесь уникальная история, что это управляющая организация, которая переросла нескольких мэров. И что здесь через договоры, через обсуждения, через просто беседы с каждым конкретным собственником, город пытается создать условия, чтобы и город развивался, и чтобы бизнесу становилось выгоднее. То есть в целом у нас, к сожалению, есть политика, что, как губернатор сказал, вот как кулаком стукнул по столу, вот так все и будет. И предприниматели очень часто любят, условно, надламывать или делать им обременение, которое, если вдруг ты не заходишь делать, то у тебя появятся проблемы. А здесь же можно сказать, что город – это партнер предпринимателей, и все обсуждают будущее своего участка, своей улицы и своего района на равных. И это очень крутая практика, которая, к сожалению, пока в России, мне кажется, это единственный пример. Но надеюсь, что, опять же, скоро подобного будет больше. И если вы вдруг знаете, что где-то есть нечто подобное, то напишите об этом в комментариях. Что ж, на этом мой краткий обзор подходит к концу. Надеюсь, он был для вас интересным и полезным. А вы не забудете взамен на это поставить лайк под роликом, подписаться на канал, написать что-либо в комментариях. Например, если я вдруг забыл упомянуть организации из вашего города, я вполне такое допускаю. Или если вдруг какие-то есть ошибки, то в комментариях внизу все вы это можете написать. И комментарии для этого и были придуманы. Вот. И закончить, наверное, хотелось бы на том, чего пока нет. Но я надеюсь, что это в скором времени появится. Потому что пока что, да, есть разные инициативы, есть разные программы. Но они, как правило, касаются нежилой недвижимости и бизнеса. А вот нет каких-либо программ, которые бы касались жилья, жилых домов и собственников, которые есть уже сегодня. Да, конечно, недавно я вам показывал большой ролик из Калининградской области. Потому что там фонд капитального ремонта делает очень крутые вещи, что очень сильно выделяется на фоне всей остальной России. Но вот если не в рамках капремонта, если, например, сами собственники жилья решат улучшить, раскрыть, там, не знаю, фасады, отремонтировать балконы или свои подъезды не в рамках ежемесячных платежей, например, как-либо иначе, то, по сути, кроме фонда «Внимание» и вот других каких-то некоммерческих организаций, у них никаких вариантов-то и нет. Это, на мой взгляд, очень печально, потому что, как правило, историческая застройка находится именно в жилом фонде. И поддерживать ее для жителей очень-очень проблематично. И тут не хватает каких-то государственных, региональных или муниципальных программ, которые бы мотивировали людей, например, убирать остекловку балкона или, там, восстанавливать свои подъезды, исторические двери и многие другие вещи. То, что есть, на самом деле, в Европе и во всем другом мире, вот у нас пока этого нет. Но я надеюсь, что очень скоро эта ситуация будет исправлена. И да, тут можно говорить не только о каких-то бюджетных средствах, например, программах, потому что очень часто у больших корпораций есть свои подпрограммы про поддержку вот как раз таких инициатив. И, возможно, там, в далеком светлом будущем муниципалитеты будут играть роль медиаторов, которые будут приглашать за один стол жителей какого-то дома, которых хотят привести в порядок, и тех же самых предпринимателей, чтобы сообща найти какие-то решения и чтобы мотивировать собственников как раз приводить свое имущество в порядок. Потому что, во-первых, это красиво, а во-вторых, это повышает стоимость недвижимости и привлекательность города для того же самого бизнеса. То есть это так или иначе окупается. Вот и все. Любите города, цените историческое наследие и до встречи в следующем ролике. Пока.